Добрый день, меня зовут Дмитрий Шевелёв, я являюсь ведущим преподавателем Британского образовательного центра, а также экспертом ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. В преддверии введения экзамена как обязательного, считаю своим долгом поговорить по структуре и вообще коснуться подробнее. Экзамен проходит в два этапа. Первый день сдается в письменную часть, она включает четыре задания. Это первое идёт аудирование, три аспекта, это понимание общей части высказывания и детальное, два задания на детальное. Второе задание это чтение, второй раздел это чтение, который также включает три задания. Дальше идёт грамматика и лексика, также включает в себя три задания. И заключительным этапом, заключительным разделом письменной части это письмо, где включены два задания. Это написание письма неофициального и эссе. Всего же отводится три часа на письменную часть, на выполнение всех заданий. Это проводится в первый день, во второй день проводится говорение, это пятый раздел экзамена, где будут включены четыре задания. Первое это чтение текста, второе необходимо задать пять прямых вопросов, далее разговор, монологическое высказывание по одной из фотографий. И последнее задание это монологическое высказывание, сравнение, сопоставление двух фотографий, двух картин. Необходимо отметить, что очень важным аспектом является письмо, именно эссе, написание эссе. Поскольку необходимым является то, что надо решить коммуникативную задачу. В противном случае студент получает ноль баллов, и независимо какой у него будет уровень языка, за все эссе он получает ноль баллов, вместо четырнадцати. Таким образом он теряет четырнадцать баллов на экзамен, что очень проблематично. Также необходимо сказать, что подготовка к экзамену, как некоторые считают, это немножко не то, как себя это понимают родители. Потому что подготовка к экзамену включает, это прежде всего наработка навыков. Наработка навыков аудирования, то есть восприятия речи на слух, чтения, письма и говорения. То есть самой подготовки к экзамену, как таковой, в принципе не существует. Необходимо наработать все эти навыки для успешного выполнения всех заданий и для успешной сдачи экзаменов. На саму подготовку отводится минимальное время, если эти навыки наработаны. Ну буквально, скажем, полгода. Это структура, это психологическая подготовка студента и прочие моменты, некоторые детали. Проверяются экзамены, некоторые части автоматически это проверяют, где нужно подставлять цифры. Это аудирование, чтение, грамматика, письмо. Поэтому дальше письм, нет, письм, письм, письменная часть проверяется уже экспертом. И устная часть также проверяется экспертом, где студент, где студент показывает продуктивное владение своими навыками. Почему британский центр... Почему Британский Центр этим занимается? Поскольку данный экзамен ОГЭ и ЕГЭ взяты из аналога европейских экзаменов, многих европейских экзаменов, таких как IELTS, FCE и прочих. Поэтому, работая по коммуникативной методике, студенты могут совершенно хорошо сформировать свои навыки для сдачи этих экзаменов. Таким образом, я подчеркиваю, что специалисты Британского Центра, являясь экспертами, у которых есть подтверждение кембриджские сертификаты и прочее, они подготовят к сдаче экзамена на очень хороший балл. Поскольку, опять же, повторюсь, эти экзамены являются аналогами многих европейских экзаменов. Также хочу отметить, что все больше и больше вузов принимают студентов с хорошими результатами ЕГЭ сейчас. И это на самом деле востребовано. Например, такие вузы, как Высшая школа экономики, ГУ, МАИ, РУДЭН и многие-многие другие. Поэтому, приходя в Британский Центр, студенты могут сформировать в достаточно хорошей степени свои навыки и сдать эти экзамены. Наряду с другими экзаменами, которые они могут сдать, например, на ФСИИ и прочее. Так что, приходите в Центр. Будем рады.